Братья и сестры, я приглашаю вас преклонить колени со мной в молитве. Даже те, кто просматривает видео, давайте вместе смиренно преклоним колени пред Богом. Отец Небесный, мы так благодарны за Твою благодать и милость. Мы предстаем пред Тобой с глубокой нуждой. И, Отец, мы исповедуем, что без Тебя мы не имеем полноты. Нам нужна Твоя мудрость, Твое руководство. Нам нужно убеждение, водительство. Нам нужна надежда. Отец, Ты знаешь, что нам нужно, и поэтому я молюсь, чтобы Ты проговорил каждой душе то, что необходимо. Прошу, удали меня из виду, и пусть Твой Святой Дух исполнит Твою волю в каждой жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я с нетерпением ждал этого в течение долгого времени. Несколько лет назад я начал углубляться в изучение медиа и развлечений, воздействия видеоигр, телевидения, рекламы, фильмов, Голливуда и интернет-порнографии. Я подумал про себя, что это одна из тем среди множества в категории медиа и развлечения. Эта тема нуждается в отдельном семинаре, тема похоти и тема преодоления интернет-порнографии. Я скажу вам кое-что. Я собирался сделать два выступления на эту тему, но когда я углубился в изучение Божьего плана и дизайна о сексуальности, и когда я осознал план дьявола завлечь нас, то я убедился, что эта область является той областью, где у мужчин есть один из самых больших камней преткновения в жизни. И поэтому нам необходимо провести семинар из шести частей по этой чрезвычайно важной теме. Я скажу вам, если вы заботитесь о душах, если вы заботитесь о жизнях и вечном спасении, то вас волнует этот вопрос, потому что на кону стоят души людей. Поэтому мы проведем некоторое время в изучении этой темы. Я хочу начать с самой важной области тела, с той, с которой мы начинали и в семинаре о влиянии масс-медиа. Это мозг. Мозг составляет всего 2% от веса тела, но он использует 20% энергии тела. Нейроны в нашем мозгу передают сообщения через мозговые цепи со скоростью 400 км в час. Так что, как вы можете увидеть, мозг необычайно мощный, но он не только мощный, но и сложный. Взгляните на это. Мозг на самом деле более сложный, чем вся наша солнечная система. Мозг содержит около 100 миллиардов нейронов. 100 миллиардов. Это число даже трудно представить себе. Количество нервных клеток в моем мозгу превышает 100 миллиардов. Но и не только это. Каждый нейрон может создавать тысячи отдельных соединений с другими нейронами. Так что давайте немного займемся математикой. Что говорят нам исследования, это то, что существует вероятность 40 квадриллионов отдельных соединений в одном человеческом мозгу. 40 квадриллионов. Я пытался понять, насколько велико это число, которое действительно является астрономическим в пропорциях. Оно больше, чем я могу себе представить. И я немного покопался. И давайте представим себе в долларах. 40 квадриллионов долларов. Если вы возьмете однодолларовые купюры и разложите их по одной на всей поверхности земли, один доллар, рядом другой, прямо рядом с ним третий, и так далее, и так далее, по суше и по морю, выложим 40 квадриллионов долларов. И это охватит всю поверхность земли примерно 50 раз. Примерно 50 раз. 40 квадриллионов возможных соединений в одном человеческом мозгу. Это намного больше, чем вы даже можете использовать за всю свою человеческую жизнь. Если подумать о том, как это с точки зрения эволюции можно объяснить. Почему наш мозг эволюционировал и стал намного более сложным, чем вы можете даже использовать за всю жизнь? Но вы знаете почему? Потому что мы были созданы для вечной жизни, чтобы постоянно расти в нашей способности понимать и постигать Бога. Мы весьма чудесно созданы, не так ли? Что еще интереснее, число 40 квадриллионов это такое большое и непостижимое, но оно меркнет по сравнению с количеством различных возможных электрохимических конфигураций соединений в мозгу. Могут быть тысячи различных электрохимических конфигураций для каждого нейрона и для каждой связи, которую этот нейрон образует с другим. Поэтому числа, когда мы смотрим на различные возможные электронные конфигурации в мозгу, они превышают единицу с десятью триллионами нулей. Итак, мы смотрим на число, и я даже не могу попытаться понять этого. И вот, что мы знаем. Это то, что мы знаем на данный момент в нашем понимании науки. Это очень удивительно. У меня тут есть книга. Это одна из моих любимых книг. Она называется «Разум, характер и личность». Эта книга была составлена на основе утверждений, цитат и комментариев девятнадцатого века о мозге, о разуме, о личности. Разум, характер и личность. В этой книге вы найдете утверждения, которые намного опередили свое время. На самом деле, современная наука одно за другим подтверждает все, что я прочитал в этой книге. Так что вы услышите довольно много цитат из этой книги в течение следующих шести встреч. Это одна из моих любимых книг. Я думаю, что вы действительно много излечете из нее. Христианские научные писатели сегодня больше не пишут так, как тогда. Именно поэтому я обращаюсь к источникам девятнадцатого века, потому что никто не может написать так, как эта книга представляет нам реальность. И вот одно из утверждений в этой книге. Мозговые нервы, которые сообщаются со всей системой, являются единственным средством, через которое небеса могут общаться с человеком и влиять на его сокровенную жизнь. Итак, мозг не только чрезвычайно силен и сложен, но это еще и поле духовной битвы между Христом и Сатаной. Это орган, в котором находится наша духовная природа. И вы знаете, что? Это приводит нас к проблеме сексуальной зависимости, потому что сильный орган может стать сильно зависимым. Я скажу вам прямо сейчас, что во время этой встречи мы рассмотрим, как похоть, порнография и подобные проблемы влияют на наш мозг. Когда вы увидите глубину проблемы, в которую мы влезли, это вызовет самую настойчивую мольбу о помощи для восстановления, для радикальных шагов, которые необходимо предпринять, потому что мы видим, в какую яму мы попали. Я скажу вам, добрая вещь заключается в том, что когда вы увидите проблему, то прямо внутри этой самой проблемы вы найдете решение. Не будет нужды даже указывать вам на решение. Итак, начнем. только 13,9 молодых мужчин никогда не смотрели порнографию. Эта отрезвляющая статистика означает, что 86,1% регулярно смотрят порнографию. Если вы один из этих 13%, которые никогда не смотрели порнографию, то не думайте, о, хорошо, мне нет необходимости изучать свой мозг относительно похоти, и мне не нужно бороться с этим. Я скажу вам, если вы мужчина и смотрите это видео, вам нужно глубоко изучить эту тему и искать Божью волю, потому что даже если вы в числе этих 13%, не смотрящих порнографию, все же есть еще похоти и виды поведения, с которыми нам нужно иметь дело. Поэтому этот семинар предназначен для всех мужчин. Не имеет значения ваш возраст, насколько глубоко вы находитесь в сексуальной зависимости, и, кстати, женщинам также следует посмотреть этот материал, чтобы вы могли немного лучше понять мужской мозг. Но также и женщины борются с подобными вещами, и поэтому вы найдете несколько очень интересных и полезных вещей для вас. Было проведено одно исследование. Один канадский исследователь попытался начать исследование мужчин студенческого возраста о просмотре ими порнографии. И он обнаружил, что исследование не могло продолжиться, так как он не мог найти мужчин студенческого возраста, которые не смотрели никогда порнографию. Я думаю, он немного преувеличил, когда сказал, что парни, которые не смотрят порнографию, просто не существуют. Это заявление светского исследователя. Он говорит, мы не смогли найти ни одного, кто не смотрел бы подобное. Возможно, он немного преувеличил, потому что есть другая статистика, которая еще не составлена. Я не поделился ею с вами, но я очень надеюсь и не могу дождаться, когда увижу эту статистику. Я надеюсь, что какой-то исследователь соберет эту статистику. Я просто убежден, что на данный страсти выздоравливают мужчины более, чем когда-либо в истории. Потому что много людей пробуждаются и они говорят, с меня достаточно. Я хочу настоящее решение. И нам, как христианам, тоже нужно настоящее решение, потому что порноиндустрия процветает вокруг нас. С 2001 по 2007 год индустрия интернет-порнографии выросла с одного миллиарда до трех миллиардов долларов в год. И это только в США. Это старые цифры, так что с тех пор она раздулась еще больше. В исследовании 2006 года 50% мужчин-христиан признали, что они пристрастны к порнографии. Более того, в 2002 году 54% христианских пасторов смотрели порнографию в течение предыдущего года. Так что мы имеем дело с очень серьезной глубокой проблемой в церкви. Если вы вдохновлены и мотивированы и говорите «О, я разберусь с этим, я расскажу своей жене все, что я когда-либо делал», я скажу вам кое-что. Действуйте очень осторожно, вам не нужно неразумно разглашать всю личную информацию и обрушивать все это на свою жену сразу. Нужно предпринять необходимые шаги в восстановлении и в исцелении. Одно исследование показывает, что более 70% женщин на самом деле серьезно травмированы с последствиями функциональных нарушений в жизни по причине того, что они узнают о происходящем, о чем они не знали до этого прежде. поэтому прежде чем что-либо говорить, просмотрите весь семинар и немного позже мы углубимся в развязку проблемы, в четвертой и по шестую части мы займемся процессом исцеления, поэтому обязательно оставайтесь на протяжении всего семинара. Мы спрашиваем себя, почему так трудно остановиться? Вы, наверное, пытались остановить похоть к женщинам, просмотр вещей, которые вы, возможно, смотрите, определенное поведение, вы очень старались и вы не можете поверить, что совершили это, вы не хотите делать эти вещи. Остановиться это так трудно по причине того, что вы на самом деле испытали структурное изменение в мозгу. Повторяющаяся порнография, повторяющаяся даже просто вожделение, повторяющаяся мастурбация, эти вещи очень серьезно изменяют структуру мозга, или, как говорится в книге «Разум, характер и личность», цитирую, «нравственный принцип крайне ослабевает, когда вступает в конфликт с укоренившейся чем? С укоренившейся привычкой». Поэтому мы имеем дело с привычками, и даже если у нас есть моральные принципы, у нас есть правильные убеждения, мы не хотим делать эти вещи, но привычки настолько устоялись, что нравственный принцип ослаб. То, что сейчас вы видите на экране, это нормальный человеческий мозг. Это спектральное сканирование, однофотонная компьютерная томография. Это очень интересная технология. она показывает активность мозга. Нормальный здоровый мозг выглядит вот так при спектральном сканировании. Теперь приготовьтесь. Вот это мозг пользователя порнографии. Вы видите разницу? Вы видите поврежденные участки мозга? Гораздо меньше активности в определенных областях мозга, но дело становится серьезнее с тем, что я собираюсь показать дальше. Когда я впервые увидел это, моя челюсть отвалилась, и я сказал, что теперь я понимаю, во что мы ввязались в 21 веке. То, что вы видите на экране сейчас, это мозг кокаинозависимого человека. И сравните это с мозгом порнозависимого человека. Какой из них выглядит хуже? Какой из них имеет больше дыры нефункциональных областей? зависимость от порнографии это вполне реальная зависимость, и мы говорим о ней как о чем-то даже более опасном для мозга, чем наркотики. Теперь я немного понимаю, что говорил апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 6 главе. Он сказал что-то очень серьезное. стих 18 Он сказал что человек который грешит в сексуальной сфере он грешит против своего собственного тела. Он говорит не только о физиологии тела и органах тела но мы грешим против нашего мозга. Апостол Павел говорит что-то невероятное. Он говорит что на самом деле если мы разрушаем и оскверняем храм Божий глава 3 стих 17 то мы действительно будем уничтожены. Теперь посмотрите на скарнирование мозга как это выглядит на практике. Мозг буквально разрушается этими вещами. Мы используем слово зависимость. Это не просто любая зависимость. Сексуальная похоть и ее исполнение это полинаркотик. Это эмоциональное возбуждение, чувственное возбуждение и сексуальный заряд энергии. Это переживание изменяющее настроение. Это принуждающая привычка. И такое поведение есть зависимость высшего порядка. Психиатрическое сообщество использует опрос из 7 вопросов чтобы определить зависимы ли вы от какого-либо вещества. Эти же вопросы можно использовать когда речь идет о поведенческой зависимости. Поэтому проанализируйте зависимы ли вы от какого-либо сексуального поведения или от похоти очей. Первое. Во-первых, у зависимого формируется привыкание. Это значит, что необходимо большая доза для получения того же эффекта или просто при той же дозе эффект уменьшается. Во-вторых, наблюдаются симптомы отмены. Третье. Прогрессивное потребление означает большее потребление вещества или это поведение с течением времени все больше и больше. Четыре. Желание бросить, но приложенные усилия безуспешны. Пять. Со временем вы тратите на это все больше и больше времени. Шесть. Другие важные дела в жизни утратили свое значение и на них тратится меньше времени. И седьмое. Человек продолжает, несмотря на известные ему физические последствия или психологические проблемы. Психиатры говорят нам, что если вы можете ответить «да» на три из этих вопросов, то у вас диагностируется зависимость. И поэтому я знаю, что большинство мужчин в церкви в нашей стране и в современном мире действительно являются пленниками сексуальных похотей, похотей плоти и похотей очей. В 2013 году провели исследование в Кембриджском университете. Что они обнаружили, было удивительным. мозговая активность пользователей порнографии сравнивалась с контрольной группой. Вентральное тело – это центр вознаграждения мозга, реагировал и этот центр реагировал на просмотр сексуального контента точно так же реагировал, как мозг алкоголика реагирует на рекламу алкоголя. Вы можете увидеть на экране, что здоровый мозг имеет нормальную реакцию, а ниже представлена высокая активность в лимбической системе, в центрах удовольствия мозга, которую пользователь порнографии испытывает при простом виде изображения. Это схоже с зависимостью алкоголика. Доктор Джеффри давал показания предсенатом США. Он сказал следующее. «Современная наука позволяет нам понять, что основная природа пристрастия к порнографии химически почти идентична пристрастию к героину». Добавьте к его комментарию комментарий доктора Джуди Трайсман. Она сказала, что порнография запускает множество эндогенных и внутренних естественных наркотиков, которые имитируют кайф от уличной наркомании. Порно-пристрастие это пристрастие к тому, что я называю эротическими токсинами, психотропными наркотиками. Это вырабатывается мозгом зрителей. Так что это наркотик, но многие из нас скажут, «Я на самом деле не борюсь с этим так сильно, как многие парни, может быть я смотрю это один-два раза в год». Вы знаете, это не проблема для меня. Говорим ли мы также об употреблении героина или об употреблении кокаина, например? Порнография вредна для здоровья в любой дозе. Это не то, что я вижу изредка, употребляю изредка, так что это не проблема для меня. даже даже если вы независимы клинически не нужно принимать кокаин в малых дозах, чтобы иметь проблемы. И на самом деле, если вы дадите дьяволу мизинчик вашей жизни, вы знаете, что он собирается сделать? Он будет копаться все глубже и глубже в вашей душе, и вы позволяете похоть и глаз просто немного овладеть вашей душой, и вы даете дьяволу точку опоры в своей жизни, и он начинает брать верх над вами. Поэтому мы используем слово зависимость. Многочисленные исследования показали, что порнография буквально сокрушает способность мозга принимать мудрые решения. Ученые используют такие слова, как гипнотизирующие, захватывающие. Один христианский автор 19 века использует термин при описании распущенности и похоти это термин колдовство, завораживание. Это своего рода колдовство с христианской точки зрения, потому что мы знаем, что дьявол стоит за этим. Наука интересна на светском уровне, но мы знаем, что это духовная атака, и вы становитесь полностью пленником этих образов. Они буквально нападают на вас. В арсенале сатаны нет ничего сильнее этого, чтобы завладеть вашим разумом, и вы достигаете точки, на самом деле, когда вы смотрите на что-то, и вам даже неприятна сама мысль о том, чтобы избежать взгляда туда. Ты хочешь, чтобы оно втянуло тебя. Вот это чувствует порнозависимый по мере погружения. Кстати, это не впервые в истории человечества, когда мы боремся с чем-либо подобным. Давным-давно нечестие на земле стало настолько велико, что Богу пришлось навести потоп. Иисус упомянул об этом. Послушайте его заявление. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Он говорит, что будет так же, как и во дни Ноя, еда, питье, женитьба. Кстати, я сказал, что это до потопа мир был настолько порочен и мы сейчас живем в довольно порочные времена. Но что не так со всеми этими вещами? Мы читаем «они ели, пили, женились, выходили замуж, а затем Бог послал потоп». Разве сами по себе это плохие вещи? Конечно, нет. Но почему Иисус назвал эти три вещи? Подумайте, что общего в этих трех вещах? Есть, пить, вступать в брак, сексуальные отношения, это идет вместе с браком. Есть, пить, брак и секс. Что общего между этими сферами? Если подумать, они все основаны на стремлении к выживанию, сохранению жизни, еда, питье, размножение. Итак, эти области заложены глубоко в нашей природе, где мы сосредоточены на самосохранении, есть, пить, вступать в брак. Я хочу, чтобы вы услышали одно высказывание, это из утреннего стража под названием Маранафа, в ней говорится так, «контролирующая сила чего? Аппетита, то есть питание, питье, сексуальность, чревоугодие, приведет к гибели тысячи людей, тогда как, одержи они победу в этом вопросе, то получили бы моральную силу одержать победу в скольких искушениях? В каждом другом искушении сатаны. Но рабы аппетита пренебрегают совершенствованием христианского характера, непрерывная греховная жизнь человека в течение шести тысяч лет привела в результате к болезням, страданиям и смерти. И чем ближе мы к концу времени, тем сильнее искушает сатана в невоздержании и тем труднее одержать победу». Вы слышали, да? Если вы можете победить в этом вопросе, вы можете победить любое другое искушение сатаны. О чем речь? Еда, питье, сексуальность, которые так пленительны, так трудно преодолеть это. Если вы думаете об этом механизме выживания, кто это? Кто в центре находится? «Я хочу это», «Я хочу то», «Оно дает мне удовольствие», «Я буду поддерживать жизнь для себя». В основе этого лежит эгоизм, «Я». Есть группа людей в самые последние дни. О них говорится в Откровении 12 глава. Они являются победителями в последние дни. И там говорится, что те, кто следует за Агганцем, куда бы он ни пошел, имеют отличительную черту. Вы читали это в 11 стихе 12 главы Откровения? Там говорится, что они следуют за Агганцем, куда бы он ни пошел. И они не возлюбили свою жизнь даже до смерти. Они не возлюбили свою жизнь даже до смерти. Откровение 12 стих 11. Подумайте об этом. Они были готовы пожертвовать даже жизнью. Вот почему, если мы можем пожертвовать своими собственными удовольствиями, которые глубоко внутри нашего мозга представляются как выживание, мы можем преодолеть все. И это хорошая новость. Я хочу сказать вам еще кое-что. Если вы посмотрите на свой мозг, вы посмотрите глубоко в этот неврологический процесс того, как порнография или похоть в целом могут взять вверх, то вы увидите, мы проследим шаг за шагом, что именно происходит с момента, когда изображение появляется, до момента, когда вы пошли на все компромиссы, о которых никогда даже и не думали. Вы увидите точки, в которых вы можете иметь некоторый контроль над этим процессом, и вы также увидите результаты. Первая область мозга, которую я хочу вам показать, называется гиппокамп. Эта область мозга не очень пластична. В неврологических кругах это означает изменчивый, податливый. Гиппокамп, он не особо пластичен. Это то место, где ваши побуждения к выживанию, они настолько глубоко укоренены в мозге. И именно поэтому у вас есть желание есть, пить, заниматься сексом. Это вещи, которые дал нам Бог. Так что, все эти желания, они не так уж и плохи. Это часть нашей природы. Вам не нужно желать исчезновения этих желаний, потому что это сделало бы вас менее похожими на образ Бога, как Он нас создал. Он хочет, чтобы мы имели это в своем мозгу. Но давайте проследим за каскадом похоти, за пределами внутреннего влечения системы гиппокампа, о которой мы упомянули. Давайте начнем с первого шага в процессе. Когда вы подвергаетесь нападению изображения, где-то на рекламном щите, в журнале, на экране компьютера, на телефоне, первый шаг, который это изображение делает на своем пути, называется таламус. В таламусе есть что-то называемое ЛКТ. Эта область также не очень пластична, и она автоматически посылает изображение в затылочную долю. Это задняя часть головы, которая обрабатывает зрение. В этот момент вы увидели это заманчивое изображение. Согрешили ли вы? За то, что вы заметили изображение, грех ли это? Самый первый шаг ЛКТ. Вы не можете изменить то, что он отправляет в затылочную долю. И вы это увидели. Воля еще не была задействована на этом этапе пути. Когда мозг видит что-то, что выглядит вкусно, воду в момент жажды или что-то еще, то не беспокойтесь о том начальном моменте. Не желайте, чтобы это исчезло, как я уже сказал. Но вот где все начинает меняться. Когда вы решите зафиксировать взгляд на том изображении дольше, чем на ту самую миллисекунду, что происходит в тот момент? Это шаг два. Затылочная доля обрабатывает изображение. Или если вы воображаете что-то, не нужно обязательно видеть это. Вы видите это мысленным взором или видите глазами. Вы можете выбирать, удерживаете ли вы этот образ, позволяете ли вы затылочной доли продолжать обрабатывать его? Если да, то что-то произойдет. В затылочной доле мозга у мужчин больше активности, чем у женщин, когда дело доходит до просмотра сексуально-привлекательных изображений. Я нахожу это очень удивительным. Мужчины созданы более визуально, и именно поэтому порнография захватывает мужчин гораздо больше, чем женщин. Следующий шаг это то, что тело начинает выделять тестостерон. Каждый раз, когда вы получаете сексуальный сигнал в течение дня, и чем больше вы созерцаете его, тем больше вы думаете о нем, тестостерон настраивает тело на сексуальное поведение. Он выбрасывается в кровоток. Я должен сказать вам, что каждая сексуальная мысль, каждая фантазия, в которую вы вовлечены, создает больше тестостерона, и поэтому он медленно рассеивается. Это похоже на волну тестостерона в вашем кровотоке. Вы это выбрали, продолжая смотреть или размышлять. Кстати говоря, о тестостероне, ученые обнаружили, что мужчины в преданных отношениях, мужчины, которые не интересуются другими сексуальными партнерами, они сосредоточены на своей единственной жене. У этих мужчин более низкий уровень тестостерона. Поэтому вы видите связь между более низким уровнем тестостерона и меньшей вероятностью совершения прелюбодеяния. Но обратите внимание, что все это начинается с глаз. Если вы на этом этапе пути, вы посмотрели больше миллисекунды, вы находитесь в так называемом каскаде похоти. Итак, префронтальная кора это тормоза, когда ваш мозг говорит, я активирую волю, я не хочу идти по этому пути. Это действие префронтальной коры. Но если вы спустились по этому каскаду похоти, физиологический процесс запущен. Пульс 100 ударов в минуту, префронтальная кора выбывает из игры. И вот почему так трудно остановиться. Вот почему так трудно остановить каскад похоти. Потому что более глубокие эмоциональные центры и центры желания для выживания находятся на водительском месте. И они ведут вас по скоростной дороге, по шоссе. Вот тут-то начинается четвертый шаг. Это чрезвычайно важный шаг, потому что после того, как вы увидели образ, картинку, после того, как вы вовлеклись в эту мысль или воображение дольше, чем та начальная миллисекунда, напряжение возбуждения гипоталамуса возрастает, вызывая возбуждение миндалевидного тела. Миндалевидное тело или амигдала является очень важной частью этого процесса, потому что амигдала — это центр страха, тревоги и напряжения. Это область мозга, которая заставляет вас нервничать, заставляет вас что-то сделать. Это что-то здесь, оно требует сексуальной активности, так что в миндалевидном теле происходит гипернапряжение. А затем, как правило, то, что мужчины делают, так это просто реакция, потому что мы уже зашли настолько далеко в путешествии по скоростному шоссе, и поэтому пятый шаг, как правило, мужчины реагируют через поиск более удовлетворяющих образов, а затем мастурбация. Высвобождается огромное количество дофамина и эндогенных опиатов. Центры поощрения удовольствия стимулируются точно так же, как при злоупотреблении психоактивными веществами. А затем, после эякуляции амигдала моментально успокаивается, тревога и напряжение разрешаются. Миндалевидное тело требовало этого, и оно получило то, что оно хотело. И вот это основная история, каждый раз, когда мужчины идут по этому пути. Вопрос в том, как остановить этот каскад похоти? Первым делом, не смотрите больше, чем там миллисекунда. Не смотрите во второй раз. Это достаточно просто, не так ли? Многие из нас очень старались, многие мужчины очень старались, чтобы преодолеть эту проблему. Вот одна из проблем. На четвертой, пятой и шестой встрече вы увидите все решения, но я уже и сейчас вам дам некоторую информацию. Вот одна из проблем. Я стараюсь не думать об этом. Это просто оно не работает. Я хочу сделать небольшое упражнение с вами. Постарайтесь не думать сейчас о слоне. Конечно, все только что подумали о слоне, потому что, когда вы пытаетесь не думать о чем-то, вы думаете об этом, поэтому нам нужно немедленно не просто отвести глаза, не просто избегать взгляда туда, но также немедленно заполнить разум чем-то другим. Не пропустите другие встречи, мы углубимся в это и увидим, как по-настоящему преодолеть этот вопрос. Вот еще одна вещь. Вам нужно уметь успокаиваться, потому что, когда происходит это начальное возбуждение, гипоталамус задействует приводной центр, и вы не можете контролировать это начальное чувство, это влечение, так что вам необходимо иметь возможность успокоить это все, чтобы не спускаться по каскаду похоти, и именно здесь необходимо привнести немного кислорода в систему. Обнаружили, что глубокий вдох успокаивает задний блуждающий нерв, который является частью лимбической системы в задней части головы внизу шеи. Задний блуждающий нерв успокаивается посредством глубокого вдоха. Я не говорю о медитации Нью Эйдж, я просто говорю о правильном дыхании. В книге под названием «Служение исцеления» написано, что хорошее дыхание успокаивает нервы. Так что дышите от живота, сделайте один большой глубокий вдох и вы сразу же наполните свой разум другими вещами. Мы собираемся поговорить об этом на других встречах. Кислород не только успокоит задний блуждающий нерв, который является частью лимбической системы, ищущей удовольствия, но он наполнит кислородом мозг и кровь тоже. Префронтальная кора будет работать лучше, потому что в этот момент она все еще задействована, и вы можете использовать ее, чтобы сказать нет этой мысли или этой картинки. Хорошо правильно дышать все время в течение дня. Мы забываем об этом, потому что испытываем стресс, у нас быстрый темп жизни, и обычно дышим очень поверхностно. Поэтому хорошо время от времени просто делать перерыв. Когда мы с женой работаем по дому, мы настраиваем телефон на каждый час. Она выбрала начало часа, а я выбрал конец часа. И мы каждый час ходим, каждый из нас, мы ходим и проводим некоторое время в молитве. В это время мы разговариваем с Богом, вовлекая мысли. Я не говорю о восточной медитации. Убедитесь, что вы дышите правильно и просто отдыхаете в присутствии Бога и Его благодати. Это на самом деле поможет и физиологически. Итак, когда вы уже спустились по этим ступеням каскада похоти, достигнув кульминации на пятом шаге, есть еще несколько шагов, а затем еще несколько эффектов, которые должны иметь место. Прежде всего, шаг 6 заключается в том, что норадреналин прописывает или как бы прожигает первоначальный возбудитель прямо в памяти, чтобы вызвать его позже, так что вещи, сделанные в прошлом, будут, скорее всего, повторены в будущем, потому что это очень важное событие, которое мозг только что испытал. Он испытал это огромное удовольствие, и сеть определения значимости мозга определяет значимость вещей. Она определяет, какие вещи нужно запомнить, а что не нужно запомнить. И «О, — говорит мозг, запомни это, это было чрезвычайно приятно, нам нужно снова и снова испытать это позже». Это было физиологически и эмоционально, и это было интенсивное удовольствие, и поэтому мозг хочет испытать это снова. Седьмой шаг. Также гормональная вещь, которая происходит. Окситоцин и вазопресин связаны с седьмым шагом. Это гормоны доверия и любви. Чтобы немного узнать об окситоцине и вазопресине, просто посмотрите, что происходит в организме женщины, когда женщина кормит ребенка грудью. Высвобождается много окситоцина, связующего вещества вместе с заботливой любовью к ребенку. А также женщины имеют огромное количество окситоцина, который необходим, когда она рождает ребенка. Если подумать, то это какое-то безумие снова переживать это, потому что это чрезвычайно болезненный опыт. Но окситоцин делает это значительным событием, и поэтому они готовы на это снова. И не только это. Окситоцины вазопресин также высвобождаются, когда происходит оргазм. Это бывает и у мужчин, и у женщин. И поэтому подумайте об этом. Женщины, которые живут в насильственных отношениях, во многих случаях они не уйдут. Есть также и другие эмоциональные проблемы. Но одна из причин, по которой женщины не уходят из насильственных отношений заключается в том, что окситоцин и вазопресин крепко связали ее с этим мужчиной. Если вы одинокий молодой человек, то по той же причине сексуальная активность любого рода очень неразумна до брака. Я даже не говорю о моральности, тем более, когда речь идет о том, что такое закон Бога и как Бог повелел нам поступать. Это просто неразумно, потому что вы привязываете себя к этому человеку и вы потеряете объективность в отношении него и вы не будете оценивать его честно, точно и беспристрастно. У вас будут просто глубокие эмоциональные связи с ним. Если вы решите расстаться, то это будет очень болезненно. А потом вы просто прыгнете в другие отношения и они тоже не будут здоровыми. И из-за этого проблемы нарастают и нарастают. Но какое-то имеет отношение к похоти и порнографии. То же самое происходит в мужском мозге, когда он переживает этот опыт с женщиной на экране. Мы мужчины созданы, чтобы иметь выброс вазопресина и окситоцина, чтобы привязываться к своей жене и возвращаться только к ней и иметь глубокие интимные отношения. Что ж, теперь у нас отношение с женщиной с экрана, или с журнала, или где-то еще в видео. Различные женщины. Так что у нас формируются поддельные узы с женщинами повсюду. Мы женаты на них. Поэтому Иисус сказал, что это прелюбодеяние, когда вы пожелаете женщину в своем сердце. Каковы последствия каскада похоти? Во-первых, если вы прошли весь путь, который мы только что рассмотрели, центры страха в мозге были активированы. Миндалевидное тело было активировано. Страх и тревога. Что происходит со страхом и тревогой? На самом деле это обслабляет совесть и альтруизм. Миндалевидное тело, которое вы можете увидеть на картинке справа, и передняя поясная кора на картинке слева, они похожи на качели. Они движутся друг против друга. Поэтому, если вы думаете о качелях, когда одна сторона вверху, то другая внизу, и наоборот. Это то же самое, если вы испытываете страх и тревогу, неуверенность, напряжение, то в центре находится наше «я». Так что вы не в состоянии быть сосредоточенным на других с альтруизмом. Но верно и обратное, когда у вас есть альтруистические мысли о пользе других другим людям и о том, как помогать другим, вы больше не думаете о себе. Вот почему в первом послании Иоанна говорится, что «совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4,18 «совершенная любовь изгоняет страх». И обратное также верно. Страх изгоняет любовь из наших сердец. И вот чем заканчивается эта проблема. Написано «имеют совесть, прожженную раскаленным железом». 1 Тимофея 4,2 перевод с английского. Вот что мы делаем, потому что передняя поясная кора головного мозга это связи совести в мозгу. И если мы просто постоянно активируем наше миндалевидное тело, живя в страхе, скрывая то, что делаем, а если узнают люди страх Божьего осуждения, постоянно работает миндалевидное тело, внутренняя поясная кора лобной доли не будет здоровой. И поэтому мы прожигаем переднюю поясную кору. То есть совесть. Мы прожигаем совесть реальным образом. Поэтому Библия говорит об этом. Еще один эффект каскада похоти заключается в том, что лобная кора отключается каждый раз, когда вы идете по этой дороге. Префронтальная кора отключается, и поэтому в результате, когда вы не тренируете лобную долю, у вас увеличивается импульсивность, потеря самоконтроля, эгоцентризм. Иными словами, характер повреждается все больше и больше. Также от процесса отключается тот естественный путь к удовольствию, который Бог дал нам через префронтальную кору. Поэтому, если вы думаете о различных способах, которыми мы можем получать удовольствие Божьим путем, то просто подумайте об использовании префронтальной коры в таком состоянии во время размышлений или во время решения проблем, или когда у вас новое открытие, или может быть вы тренируете свою волю, чтобы отправиться на пробежку, например. Вы сразу же получаете удовольствие. Есть положительные удовольствия, которые мы получаем, когда используем мозг, так как это задумал Бог. Итак, мы больше не используем его таким образом, и поэтому наш мозг пристрастился к быстрому удовольствию. Об этом немного больше мы поговорим в семинаре о масс-медиа. На картинке вы видите сканирование мозга. Слева здоровый и контрольный мозг. Вы видите хорошо освещенные темные области, области удовольствия в мозгу этого человека, когда он, например, смотрит на красивый закат или видит, как ребенок улыбается и смеется. У него есть удовольствие в жизни, но справа у наркомана очень приглушенная или даже цепеневшая реакция на удовольствие. И то же самое с теми, кто смотрит порнографию. Еще один эффект каскада похоти. Сексуальный опыт выпускает эндорфины, энкефалины и опиаты в четыре раза больше, чем морфин. И поэтому из-за интенсивного поощрения удовольствия в конце каскада похоти, весь этот процесс снова и снова повторяется. Взгляд, прохождение картинки в разум, остановка взгляда или в мыслях, напряжение миндалевидного тела, разрешение, которое сочетается вознаграждением, которое становится шаблоном, который мозг требует повторять снова и снова. и именно здесь мы попадаем в колею мозга и это то, что мы делаем, это наша привычка и это наша зависимость. Я собираюсь поделиться с вами цитатой из книги Уильяма Стратерса, которая называется «Связанные для близости». Он пишет, по мере того, как мужчины все глубже погружаются в ментальную привычку останавливаться на этих образах, их воздействие создает нервные пути, подобно тому, как дорожка прокладывается в лесу с каждым последующим туристом. Поэтому нейронные пути задают курс для следующего раза, когда вы увидите эротическое изображение. Путь становится шире каждый раз, когда вы проходите по нему. С течением времени эти нейронные пути становятся шире по мере того, как по ним повторно проходят с каждым последующим соприкосновением с порнографией. Они становятся автоматическим путем, по которому направляются взаимодействия с женщинами. Порнография формирует ущелье в мозгу, подобное Большому Каньону, по которому должны протекать образы женщин. Многократное соприкосновение с порнографией создает неврологическую суперскоростную магистраль с односторонним движением, где ментальная жизнь мужчины чрезмерно сексуализирована. С обеих сторон она ограничена защитными стенами, делающими съезд почти невозможным. Эта неврологическая супермагистраль имеет много заездов, жизнь разума зациклена на сексе, она широка, способна вместить много партнеров, образов и сексуальных возможностей, но она предназначена быть узкой, местом для проявления исключительной Божьей любви. Неврологическая супермагистраль имеет всего несколько съездов, поэтому эти привычки укореняются. Когда вы идете по этому пути снова и снова, то это в конечном итоге становится широким путем, по которому вы идете каждый раз, не задумываясь об этом. Это похоже на то, как вы, если бы учились переключать скорости, в конечном итоге переключение скорости становится второй натурой для вас. Вы не думаете об этом. Или чистить зубы, вы не думаете об этом. Бог дал нам способность формировать привычки, чтобы жизнь была более эффективной, чтобы у нас также были святые и здоровые привычки. Вы когда-нибудь пытались водить праворульное авто, и вы также едете по другой стороне дороги, и вам приходится думать о каждом переключении. Это действительно тяжело для мозга. То же самое происходит с любой привычкой, с любой мыслью или чем-то еще. Когда ваш мозг запоминает рутину, он будет автоматизировать все, чтобы в мозгу освободилось больше места для других мыслей, чтобы вы могли быть более эффективными. То, что мы сейчас прочитаем в книге Маранафа, по сути, заключается в том, что вы попадаете в ситуацию, когда применимо следующее. Цитата. «Даже те, кто называют себя ожидающими явления Христа, не больше приготовлены к этому событию, чем сам сатана. Они не очистили себя от всякой скверны. Они так долго тешили свою похоть, что по своей природе их мысли нечисты, и их помышления растлены. Заставить их сосредоточиться на чистом и святом так же невозможно, как невозможно повернуть вспять воды Ниагарского водопада». Это звучит как что-то невозможное. Автор использует слово «невозможное». Если это невозможно, тогда я опускаю руки. С Богом все возможно. может быть в моей собственной плоти невозможно, но на самом деле, чем больше я погружаюсь в это, тем труднее и труднее. Вы можете подумать, что происходит с путями святости в лобной коре, пути праведности, самоконтроля и воли. Что происходит с этими путями, пока я двигаюсь по этой супермагистрали? Книга «Разум, характер и личность», цитирую. «Чувствительные нервные клетки мозга теряют здоровый тонус из-за болезненного возбуждения, сопутствующего противоестественному желанию иметь порочное чувственное наслаждение». Вы видите на экране нейронные волокна, называемые аксонами и дендритами. Это маленькие волокна на концах клетки, которые обеспечивают работу всех десятков тысяч связей, о которых мы говорили ранее. И эти аксоны и дендриты меняют форму и направление в зависимости от нашего выбора, наших привычек, нашего рациона, окружающей среды. Даже мысли меняют аксоны и дендриты. Аксон отправляет сигнал, а дендрит принимает сигнал. Происходит нейронное соединение, чтобы у нас могли быть мысли. А теперь, что особенно интересно и полезно для меня в этом рассуждении, так это то, что единственный способ, которым я могу сформировать новые пути, единственный способ, которым я могу заставить эти аксоны и дендриты посылать сигнал таким образом, чтобы иметь новую мысль, мне не нужно проходиться по магистрали, нужно изменить мысли, изменить выбор, и именно здесь мы можем получить от Бога полномочия справиться с этой зависимостью. Я не хочу думать о зависимости с точки зрения вещества, которое вы используете или поведения, которое вы проявляете. Зависимость связана с изменением структуры мозга. Зависимость связана с произошедшими структурными изменениями в мозге, и поэтому ключом к свободе станут новые структурные изменения. Новые пути заменяют старые, как сказал доктор Струтерс. Послушайте его стату. Если этого пути можно избежать, новый путь может быть сформирован. Мы можем установить новый здоровый сексуальный шаблон, при котором поток перенаправляется на святость, а не на искаженную близость. Как только он перенаправляется путем намеренного направления нейрохимического потока, путь к правильному мышлению становится предпочтительным путем и закрепляется в качестве ментальной привычки. Путем углубления путей святости мы освобождаемся от принуждения себя делать то, что правильно и хорошо, поскольку они становятся частью нашей природы. Итак, цель в том, что когда мы не выезжаем на эту магистраль, то мы формируем новый путь, это становится новой привычкой. Буквально старый мозг, старые пути, старая дорожная карта мозга заменяется совершенно новой. Это то, о чем говорит Павел в послании к римлянам 12.2, когда он говорит, что мы можем иметь обновленный разум. И это обетование. Я заявляю для себя и для всех моих братьев, что Бог даст нам это. Если мозг достаточно силен, чтобы вызвать у вас зависимость от определенного поведения, то он столь же силен, чтобы вызвать у вас зависимость от нового поведения. А это из книги «Руководство пользователя к мозгу». Мне нравится это название. Автор Джей Рейти. Изменение шаблонов возбуждения мозга посредством повторяющихся мыслей и действий также являются за инициацию самовыбора, свободы, воли и дисциплины. Это светское утверждение. Он говорит, что у нас есть возможность трансформировать наш мозг. Я бы сказал с духовной перспективы, что это Бог совершает трансформацию. Но разве вы не слышали, как мы читали, что через волю, свободу и выбор вы можете иметь новый мозг? В книге «Разум, характер и личность» мы читаем следующее. Если Христос будет главной темой размышлений, то в голову никогда не придут мысли, ведущие к нечистым делам. Разум укрепляется у того, кто размышляет над вечными предметами. Если приучить свои мысли течь в русле... Интересная фраза, мы знаем это неврологически верно. Итак, если приучить свои мысли течь в русле чистоты и святости, разум всегда будет здоровым и свежим. Если приучить себя размышлять только на духовные темы, то это станет естественным состоянием ума. Но мысли не будут привлечены к горнему и небесному, если не упражняться в вере в Бога и не полагаться на Него искренне и смиренно в надежде обрести силу и благодать, которой будет достаточно для любых непредвиденных обстоятельств. Все являются свободными существами, и как таковые они должны направлять свои мысли по правильному руслу. Люди, желающие преображения, должны прежде всего очистить свое воображение. Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, достославно, что только добротетели, похвала, о том помышляйте. Здесь широкое поле для безопасной деятельности ума. когда дьявол пытается отвлечь ваши мысли к предметам низким, чувственным, старайтесь направить их на предметы возвышенные. Едва только что-либо злое овладевает вашим сердцем, бегите к престолу месилосердия, как Иосиф бежал от прелюбодеяния. бегите и молитесь о помощи с неба. Бегите оттуда и молитесь об укреплении. Милостью Христа нам предоставлена возможность отклонять скверные мысли. То есть для нас это возможно. Христос хочет привлечь наши мысли к себе, очистить их и искоренить всякие тайные грехи. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими неспровергаем замыслы и всякое превозглашение восстающее против познания Божия и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Возможно ли, братья и сестры, пленять всякую мысль в послушании Иисусу Христу? Действительно, это обетование. Это обетование, что Бог сделает это в нас. Римлянам 6, 16 говорит, «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Мы можем быть рабами послушания ведущего к праведности. Мы можем быть рабами чистоты. Мы можем быть порабощены чистыми мыслями в этом порнографическом мире, в котором мы живем сегодня. Я хочу быть послушным изнутри. Я хочу достигнуть точки, где я просто выполняю свое собственное желание в следовании воли Божьей. Вот, что Бог хочет сделать в каждом из нас. Мы будем привыкать либо к греху, либо к праведности. Мы уже видели это ранее. поврежденные центры удовольствия в мозгу. Итак, как только вы станете рабом праведности, образ мышления изменится. Изменения, которые произойдут в вашем мозгу, отображены на этом сканировании мозга. Есть надежда для вас. Посмотрите, как выглядит человек после 14 месяцев воздержания от наркотиков. Центры удовольствия активизировались, вы видите? Вы снова можете обрести радость, покой и жизнь. Бог проведет вас через эти шаги. Посетите все следующие встречи, не пропустите ни одной, делайте заметки, слушайте голос Бога, молитесь об этом. Я скажу вам, вы видите этот мозг на экране? Это вы. Уже нет множества дыр, которые вы видели и подумали шокированно, что же я наделал? И вот шокирующее изображение надежды для вас. Это ваш мозг, обновленный мозг, нормальный мозг после того, как Бог вас исцелил. я хочу завершить цитатой. Несколько абзацев из этой книги у меня в руках. Она называется «Вера и дела». Это замечательная небольшая книга, которую я читал, и Бог говорил со мной об этом очень и очень ясно. Цитирую. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если вы сознаете свои грехи, не расходуйте понапрасну силы на их оплакивание, но взирайте и живите. Иисус наш единственный Спаситель. И хотя миллионы нуждающихся в исцелении отвергнут предлагаемую им милость, ни один из тех, кто полагается на Его заслуги не будет оставлен на погибель. Хотя мы сознаем беспомощность своего состояния в отрыве от Христа, мы не должны разочаровываться. Нам нужно полагаться на распятого и воскрешего Спасителя. Бедная, больная грехом разочарованная душа, взирай и живи. Иисус клялся Своим Словом. Он спасет всех приходящих к Нему. Придите к Иисусу и примите покой и мир. Вы можете иметь благословение прямо сейчас. Сатана внушает вам, что вы беспомощны и сами не сможете стать счастливыми. Верно, вы беспомощны, но возвеличьте пред Ним Иисуса. У меня есть воскресший Спаситель. Я доверяю Ему, и Он никогда не допустит, чтобы я оказался в безвыходном положении. Во имя Его я побеждаю. Он моя праведность и мой венец радости. Пусть никто не думает, что дело его безнадежно, ибо это не так. Вы можете сознавать свою греховность и несостоятельность, однако это должно лишь пробудить вас нужду в Спасителе. Если у вас есть грехи, которые необходимо исповедовать, не теряйте времени. Время драгоценно. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Те, кто алчит и жаждет праведности, насытятся, ибо Иисус обичал это. Драгоценный Спаситель, Его руки простерты, чтобы принять нас, а Его великое любящее сердце хочет благословить нас. Некоторые, видимо, полагают, что они должны быть испытаны и представить Господу доказательства преобразования сердца, прежде чем смогут рассчитывать на Его благословение. Но эти драгоценные души могут претендовать на благословение уже сейчас. Они должны иметь Его благодать, Дух Христа, подкрепляющего их в немощах, иначе они не смогут сформировать христианский характер. Иисус ждет, чтобы мы приходили к Нему такими, какие мы есть, греховные, беспомощные, зависимые. Грешник сознает собственное несовершенство, недостаточность своего покаяния, немощь даже самой большой жертвы, и в смирении Он повергается к подножию креста. Именно там, где мы должны быть, правда? Но в глаголах Слова Божьего Он слышит голос, обращенный к Нему. С удивлением Он слышит весть. Вы имеете полноту в нем. Теперь в Его душе наступил полный покой. Представьте, вы можете быть неврологически порабощены чистоте, а не порнографии. Порабощены ведь достоинства каждого человека, а не выгоду для себя. Процесс освящения это пристрастие к святости, увлеченное тяготение ко Христу и побуждающий образец сострадания, добродетели и любви. Мы будем исследовать это глубже в продолжении. Я молюсь, чтобы Господь благословил каждую душу тем благословениям, которые Он обещал. Наша задача состоит только в том, чтобы взирать, жить и получать. Субтитры создавал DimaTorzok